Исполнять обязанности мэра Сочи будет Алексей Капайгородский. Нового руководителя сегодня представил губернатор. Работы нет, но акты есть. В Сочи осуждены коммунальщики, похитившие из бюджета города почти 20 миллионов рублей. Я бы в стюарды пошел. Сочинцам предлагают подработку на домашних матчах футбольного клуба Сочи. Лучшие гонщики России разыграли чемпионские титулы в Сочи. В Олимпийском парке прошли финальные заезды российской серии кольцевых гонок. Губернатор Вениамин Кондратьев сегодня представил городской общественности Сочи нового руководителя города. Это действительно исторический момент. Впервые за 10 лет в Сочи поменяется руководство города. Сегодня в присутствии депутатов и общественности, исполняющего обязанности мэра Олимпийской столицы, представляет Вениамин Кондратьев. Я хочу представить вам исполняющего обязанности главы города Сочи, мэра Сочи. Это Алексей Сергеевич, заместитель мой по внутренней политике. Человека, которого вы тоже знаете, который полностью погружен в проблематику сегодня Сочи, как и проблематику в целом, конечно, всего края. Но Сочи это, я уже сказал, тот город, который всегда на виду и не только у страны, у всего мира. Поэтому здесь его внимание к Сочи и позволило ему максимально погрузиться в те проблемы, которые сегодня, безусловно, в Сочи тоже есть. Сюда приезжает огромное количество отдыхающих. По итогам этого года практически более 6 миллионов, практически к 7 миллионам мы приближаемся. Но ведь нужно еще помнить о том, что в Сочи еще живут и люди, горожане, сочинцы, которые тоже хотят, чтобы они жили в городе, где бытовые проблемы максимально так же комфортно решались. Потому что они тоже должны ощущать, что они живут в своем городе, красивом городе Сочи. Я искренне благодарен нашему губернатору за оказанное доверие. Действительно, горе стратегические. Каждого из вас знаем. Мы лично проходили не одно мероприятие. Знаем, что вы очень работоспособная команда. Как сказал губернатор, действительно, много чего сделано. Лично Анатолий Николаевич за все эти 10 лет. Его профессионализме никто не сомневается. В его команде никто не сомневается. Но вместе с тем задачи огромные. Нужно двигаться вперед. Мы приложим максимальное усилие, чтобы не подвести никого. Алексей Копайгородский уже знаком с жителем края. Ранее он занимал должность вице-губернатора Кубани и курировал направление внутренней политики. С сегодняшнего дня Копайгородский назначен первым заместителем главы Сочи и приступил к исполнению обязанностей мэра курорта. Молодому руководителю предстоит управлять уникальным и колоритным городом, где сумели сохранить межнациональный мир и согласие. Любая национальность – это люди. А с людьми всегда нужен диалог. Диалог. Если этот диалог будет, всегда можно договориться. Потому что нет какой-то нации, которая превосходит другой нации. Все люди, все нации равны между собой 100%, потому что везде разумные люди. Надо людей видеть, в первую очередь. Людей, которые помогают созидать, которые помогают строить, развивать. Либо те, которые делают другое, не лучшее. И это все равно люди. Это не национальность. Это люди. Люди. Поэтому опирайтесь на тех людей, любой национальности, которые вам позволят максимально качественно развивать Сочи. О том, что Анатолий Пахомов принял решение не идти на третий срок, стало известно в конце августа. Уже сегодня полномочия градоначальника истекли. Под руководством Пахомова сделано немало. Сочи стал олимпийской столицей международной политической площадкой, где проходят мировые события высокого уровня. Один из самых динамично развивающихся городов страны. Теперь и круглогодичный курорт, где понятия «низкий сезон» и вовсе отсутствуют. Я хочу сказать, что благодарен Анатолию Николаевичу за это решение, за то, что сегодня Сочи стал современным, безусловно, за проведение олимпийских игр, также чемпионат мира по футболу и много-много-много еще событийных мероприятий, которые, наверное, стали информационным поводом не только на всю страну, а на весь мир. Ведь Сочи сегодня – это площадка совсем уже не спортивная. Это, и даже, наверное, не культурная, это площадка политическая. Та площадка, где встречается наш президент России со многими главами государства, где проходят очень серьезные события, резонансные на весь мир. Форумы, саммит. Вы без меня знаете, насколько богат календарный план Сочи на такие события. Поэтому все это, безусловно, в том числе и заслуга мэра, коллеги, и заслуга всех вас, этой большой команды мэра. Поэтому я хочу сказать, что и вам спасибо огромное, коллеги, всем вам, за сегодняшний результат. Вимич, ну, я прежде всего хочу поблагодарить вас за возможность работать с вами. Хочу сказать, что действительно немало мы сделали. Мы построили и школ много, мы и дорог много отрыли, только новых 360 километров. Ремонтируем, участвуем во всех программах. На встрече с общественностью губернатор также обозначил и ряд проблем, которые сегодня есть в Сочи, например, в строительной и коммунальной сфере. Мениамин Кондратьев отметил, что новому руководству и новой управленческой команде предстоит решать не только глобальные вопросы, но и ежедневные проблемы людей. Важно, чтобы жизнь местных жителей не отставала от того высокого уровня, на который сегодня претендует Сочи. Сегодня результаты, они нужны людям. Они нужны людям. Я всегда говорю, что люди, и сочинцы в том числе, они не просят ничего сверхъестественного. Когда я с сочинцами встречаю, они говорят о простых бытовых условиях. Они говорят о дорогах, они говорят о тротуарах, они говорят об освещении. Они говорят в целом о детских садах, школах. Они ничего сверхъестественного не просят. Ничего не просят. Они говорят, дайте нормальные бытовые условия. Сегодня благодаря президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину мы имеем имеретинку. Безусловно, это не то болото, которое когда-то было. Это современный сегодня город. Современный. И достояние сегодня современной России, мощной России. Вы сами прекрасно знаете, за какое время построена и имеретинка сегодня. Можно сказать, еще раз подчеркиваю, это город, современнейший город и Красная Поляна. Я бы сказал, мировой курорт. Безусловно, это уже все говорят. Даже у иностранцев нет сомнений, у тех, кто там был. Сочи. Это желанный город. Сегодня для жизни, я уверен, многими россиянами. Но в первую очередь давайте позаботимся о тех, кто сегодня уже здесь живет. Это зависит от нас. От нас, насколько сегодня будет исполняющий оберенности мэра Сочи. Активным. Насколько вы будете активным. Насколько вы будете сторонниками. Даже не коллегами и не партнерами, а сторонниками. Этой общей задачи сделать Сочи комфортным городом для жизни. Для жизни. И тех, кто живет сегодня в Сочи, жителей Сочи сочинцем. И тех, кто будет сюда еще приезжать и на постоянное место жительства в том числе. Вместе мы одна большая команда. И я уверен, что сочинцы сейчас тоже надеются на определенную перезагрузку. На определенный новый импульс в развитии современного Сочи. И давайте мы этот импульс в Сочи придадим. Выборы нового руководителя у курорта еще впереди. Впервые в истории Сочи главу города будут определять по новым правилам. Не всеобщим голосованием местных жителей, а решением депутатов городского собрания. В Сочи осуждены руководители предприятий, похитившие из бюджета города почти 20 миллионов рублей. Сотрудники Краевого управления ФСБ установили, что в 2016 году Департамент городского хозяйства администрации Сочи заключил договор с МУП «Водосток» о содержании, очистке и восстановлении водоотводящих каналов в Амеретинской низменности. Директор «Водостока» Мелешко в свою очередь заключил договор с директором Южной эксплуатационной сервисной компании «Энергия» о транспортировке отходов для утилизации. Фактически не приступая к вывозу мусора, руководитель фирмы-подрядчика «Ситнов» составил подложные акты на сумму почти в 20 миллионов рублей. Их руководитель «Водостока» и предоставил в администрацию города для оплаты. Выплаченными деньгами Мелешко и «Ситнов» распорядились по своему усмотрению. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В итоге Центральный районный суд Сочи признал обвиняемых виновными и назначил наказание. Мелешко – 3 года и 5 месяцев в исправительной колонии общего режима, «Ситнову» – 2 года и 5 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Оба мужчины также лишены права занимать руководящие посты сроком на 2 года. Кроме этого, с них взыскан причиненный ущерб в пользу администрации города Сочи. Браслеты, серьги и золотые монеты, а еще копья и статуэтки. На одно перечисление наименования этой коллекции потребуется немало времени. Ценнейшие экспонаты, оценочные стоимостью в несколько миллионов рублей, передали в Краснодарский музей Фелицина. Древности изъяли сотрудники ФСБ из незаконных коллекций. Тысячи находок буквально спасены от исчезновения. Важное культурное и историческое событие посетил губернатор Кубани и глава регионального управления ФСБ. Перед тем, как все эти глиняные, бронзовые и позолоченные предметы оказались здесь, в краевом музее, им пришлось проделать нелегкий путь. Каждый из них был на грани гибеля и исчезновения. В сырости пыли и бездолжной реставрации ценности нелегально хранились у подпольных коллекционеров и так называемых черных копателей. Все эти сокровища продавались через незаконные аукционы или вовсе с рук. Предметы из разных адресов, у людей, которые занимались незаконными грабительскими раскопками, пойманными как за руку, как у них на дому. Некоторые были представлены частными музеями, закрытыми частными коллекциями. Все предметы имеют большую историческую ценность. На бескрайних кубанских полях испокон веков проживали тысячи племен и народов. Древние цивилизации исчезли, но оставили после себя внушительный культурный пласт. Предметы быта, боевое оружие – все это скрыто под землей от ныне живущих потомков. Правда, артефактами интересуются не только археологи. Каждый год сотни ценностей попадают в руки к черным копателям. Причем методы их работы зачастую наносят непоправимый вред историческим объектам. Вместо аккуратных кисточек профессионалов они работают кустарно, лопатами. Значит, грабятся все, что угодно. Курганы в первую очередь. Все, что… значит, с появлением технических средств, там, металлоискателей, диктакторов, сканеров. Они находят и грунтовые могилы, которые визуально не просматриваются на поверхности. Подпольные охотники за древностями чаще всего сами попадаются в сети. На этих кадрах результат работы краевого управления ФСБ. Оперативники изъяли очередную партию найденных ценностей. Здесь собрание сразу от нескольких коллекционеров. Все они скрывали от государства свои находки, которые, как считают эксперты, обязаны быть достоянием общественности. Жители края должны понимать, что археологические предметы – это все-таки государственная собственность. Они должны находиться в государственных музеях и внимательнее относиться к подобного рода находкам. Вот большая проблема – то, что люди, любители, которые не обладают специальными навыками, специальными знаниями, иногда пытаются сами проводить реставрацию, что-то доделывать. Иногда это приводит к очень плачевным последствиям. В преступной схеме не только те, кто извлекают из земли, но и непосредственно покупатели. Обычно у таких дельцов есть даже свои реставраторы, но их подход сложно назвать бережным. Вот тут кусок железный вставлю. Это вот проволоки. Ну, это чеканка моя. Ну, так он весь такой. То, что удалось спасти от таких ценителей искусства, теперь восстанавливают специалисты Краевого музея имени Фелицина. В церемонии передачи археологических находок участие сегодня приняли руководители регионального управления ФСБ и губернатор Краснодарского края. Венемин Кондратьев отметил важность сохранения исторической памяти. Такие артефакты, как напоминание о том, что Кубань всегда была и остается многонациональной территорией. Полторы тысячи экспонатов, которые бесценны для истории Кубани и археологии, а также и всей нашей страны. Экспонаты, которые говорят о культуре, традициях, изначально принципах жизни и укладе жизни на этой земле. Я хочу подчеркнуть, что эти экспонаты относятся к разным эпохам и разным народам, которые когда-то населяли эту землю. Поэтому и сегодня нам важно сохранить мир, согласие, взаимопонимание между различными народами, которые и сегодня живут на этой земле. Поэтому говорить о том, что какой-то народ был первым, либо вторым, либо третьим, будет неправильно, потому что эти экспонаты говорят о многообразии различных культур и народов, еще раз подчеркну, которые когда-то жили на нашей сегодня с вами земле. Я хочу сказать слова благодарности, безусловно, службе ФСБ по нашему краю, лично Сергею Борисовичу за передачу этих экспонатов. И надеюсь, что они будут выставлены для того, чтобы жители нашего края, гости нашего края могли прикоснуться к экспонатам, которые, естественно, говорят о том, какая была Кубань много-много-много, может быть, и веков назад. Больше 10 лет ФСБ передает изъятые находки в краевые фонды. За эти годы, благодаря силовикам, свыше 10 тысяч объектов культурного наследия стали народным достоянием. Непосредственные участники операций по спасению исторических ценностей всегда остаются за кадром. Но именно благодаря их работе сегодняшнее событие стало возможным. За примерно 10 лет работы управления 11 человек привлечены к административной уголовной ответственности. Изъято большое количество редких археологических артефактов. Предупреждаю тех, кто желает наживиться вот на этом и пополнить свой карман. Их действия будут пресечены нами на стадии раскопок. И в дальнейшем мы отслеживаем всю эту ситуацию до того, как пытаются эти ценности вывести за рубеж. Коллекция музея теперь пополнилась меотскими мечами греческой посуды и таким позолоченным шлемом, который предположительно принадлежал знатному всаднику примерно в первом-третьем веках нашей эры. И это только часть находок. Еще сотни экземпляров отправили на реставрацию и консервацию. Перед тем, как попасть на всеобщее обозрение, многим экспонатам проведут сложные восстановительные операции, сродни хирургическим. Был разбит на какое-то количество фрагментов. То есть реставратор, он как любой любитель пазлов, раскладывает фрагменты, подбирает те, которые подходят друг к другу. Если есть какие-то недостающие части, потому что такое тоже очень часто случается, то он восполняет, вот можно увидеть, гипсует. Мечи, амфоры, монеты и другие артефакты теперь станут постоянной экспозицией Краевого музея имени Фелицина «Древнее прошлое Кубани». Экскурсоводы с удовольствием покажут сокровища начала нашей эры и расскажут о том, как жили люди в нашем регионе тысячи лет назад. Представленные экспонаты – большая ценность. Многие из них чрезвычайно редкие. По словам краеведов, переданные сегодня находки уникальны даже по меркам музеев с мировым именем. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Фестиваль народных мастеров от СОУД. Море золота, новинки фэшн-индустрии, скидки, акции. Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и билетов на шоу. С 12 по 15 сентября. Жемчужина. Вход свободный. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от СОУД. Море золота. Новинки фэшн-индустрии. Скидки. Акции. С 12 по 15 сентября. Жемчужина. Вход свободный. СОУД.РУ. Категория 0+. Госдума обсуждает идею обведения ответственности за ложный вызов скорой помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Юрия Кобзева. Скорая помощь оказывается в экстренных случаях. Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу, заявил Кобзев, которого сглавляет экспертно-консультативный совет. Депутат считает, что человек, который без повода вызывает бригаду скорой медицинской помощи, должен платить за такой вызов. При этом оговаривается, люди должны будут платить не сами из кошелька, а между ними и скорой есть посредник в виде страховой компании. Именно страховщики убежден Кобзев и должны создавать систему ответственности пациентов за собственное здоровье. Правда, он признает, пока страховые компании не совсем согласны. Сегодня до половины вызова в скорой помощи в России не имеют отношения к категории экстренных и неотложных, заявил депутат. За выходные спасатели несколько раз оказывали помощь отдыхающим. От диспетчера службы 112 поступило сообщение, что в районе поселка Эстасадок на крутом склоне в районе улицы Вознесенской лежит мужчина в результате падения, получивший тяжелые травмы. Сотрудники Краснополянского подразделения транспортировали жителя Белгородской области на носилках к машине скорой помощи. В тот же день на туристической тропе в районе Медвежьих ворот была обнаружена туристка с травмой голеностопа. Ногу она повредила в результате неудачного падения. Женщине оказали первую помощь и на носилках транспортировали до технологической дороги, откуда ее довезли до приюта Психака. Там жительницу Москвы передали врачам скорой. Сочинский проект в сфере добровольчества представят на окружном форуме «Добро на юге». С 10 по 13 сентября Ростов соберет участников форума Приволжского и Южного федеральных округов, ставшего центральной площадкой для обучения и обмена опыта между волонтерами и организаторами добровольческой деятельности. Участники форума смогут оказать реальную помощь там, где она необходима, и защитить свой проект в полуфинале Всероссийского конкурса «Доброволец России». От Краснодарского края выступит специалист Сочинского концертно-филармонического объединения, автор и руководитель программы «Неограниченная жизнь» Владимир Плехов. «Неограниченная жизнь» – это социальная некоммерческая инициатива, направленная на обеспечение равного доступа людям с ограниченными возможностями здоровья к культурным событиям. Так, в Зимнем театре и органном зале для слабослышащих людей работает бегущая строка. На этих же площадках для зрителей с проблемами зрения представлены инклюзивные спектакли. Трогать можно все, что есть на сцене. Этот проект набрал максимальное количество баллов среди представленных от Краснодарского края проектов. Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит уже в девятый раз и помогает выявить и распространить успешные социальные практики. Победители получат гранты на реализацию своих проектов. Итоги полуфинала станут известны в октябре. Сочинцам предлагают подработку на домашних матчах футбольного клуба «Сочи». Работа заключается в обеспечении безопасного входа и выхода болельщиков, контроле за соблюдением правил поведения зрителей на стадионе, предоставлении информационных услуг. За все это на стадионе отвечает стюарт. На эту должность могут претендовать совершеннолетние граждане России, не состоящие на учете по поводу психического заболевания, алкоголизма и наркомании. Гарантируется бесплатное обучение и оплата труда. Работа стюардам дает возможность временного трудоустройства не только на матчах российской премьер-лиги, но и на других спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Есть возможность совмещать работу с учебой и основным местом работы. За дополнительной информацией можно обращаться по адресу переулок Промышленный, 4. Лучшие гонщики России разыграли чемпионские титулы на Сочи-автодроме. На трассе в Олимпийском парке 7 и 8 сентября прошли заезды заключительного седьмого этапа российской серии кольцевых гонок. В каждые из двух дней соревнование посетило по 5 тысяч зрителей. Кроме того, в рамках уикенда прошел суперфинал первого киберспортивного чемпионата России по Форза Мотоспорт 7. В классе Туринг победу в первой гонке в субботу одержал Иван Лукашевич. Обладателя титула чемпиона России должен был назвать заезд в воскресенье. На него претендовали Дмитрий Брагин и Клин Гаврилов. После старта Гаврилов попытался обогнать основного конкурента и выехал за пределы трассы. Судьи наказали его проездом по Пик-Лейну, а позже дали и 30-секундный штраф за пересечение белой линии. Гаврилов стал 16-м, Брагин в итоге финишировал первым. Однако соперники подали апелляцию, после рассмотрения которой в Москве определится итоговое положение участников. В зачете Туринг Лайт победу одержал Артем Казаков, а занявший шестое место Владимир Черевань досрочно оформил титул чемпиона страны. В воскресенье первым финишировал Родион Шушаков. В классе Супер Продакшн отличное выступление удалось с Вадиму Антипову, который выиграл обе гонки. И в общем зачете досрочную победу еще на прошлом этапе гонок одержал Андрей Петухов. В классе С1600 на старте произошла авария с участием четырех машин. В итоге победу в гонке одержал Владимир Шишенин, а занявший третье место Михаил Митяев завоевал Кубок России. В зачете С1600 юниор в субботу победу одержал Никита Дубинин. Во второй гонке сильнейшим стал Рустам Фатхудзинов, который занял первую позицию в общем зачете. Победу же в киберспортивном чемпионате России по Форзо Мотоспорт 7 одержал Руслан Сабитов. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях. В группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габиша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok